В Иванове приступили к строительству мусоросортировочного завода. Этот проект должен изменить подход к утилизации бытовых отходов и уйти от захоронения к переработке более современному и цивилизованному способу. Инвестором проекта выступило предприятие «Чистое поле». Этот завод позволит нам порядка 30-40% хотя бы сегодня на данном этапе рассортировать. И остальные остатки, второй этап нашего завода, эти оставшиеся 70-60% превращают в топливный РГФ на такие брикеты. Мы собираемся делать их для того, чтобы дальше можно было уйти от понятия полигонов, загрязнения нашей земли и цивилизованной экологии. Вот наша задача на сегодняшний день. В следующем году завод планируют построить. Работать он будет на качественном немецком оборудовании. Предполагаемая мощность – 120 тысяч тонн отходов в год. Поясним, что в среднем жители региона ежедневно оставляют после себя около 300 тысяч тонн мусора. Это значительно больше, чем может переработать новое предприятие. Поэтому обслуживать оно будет пока только областной центр. Мы на сегодняшний день говорим о городе. Мы с запасом порядка 30% мощности. То есть еще рассчитываем на увеличение мощности. Естественно, город растет, благосостояние людей растет. Если благосостояние потарим, мы знаем, мы изучать начали 8 лет назад. Если объемы были одни, то сегодняшний день они увеличились на 30%. Фактически каждые 10 лет на 30% увеличивается. Мусор будут сортировать на бумагу, полимеры, упаковку из алюминия. Спрессованные отходы гораздо компактнее, чем те, которые утилизируют без прессовки. Сама же переработка позволяет использовать отслужившую тару в производстве. Например, делать вот такой геотекстиль на основе PET-гранулята. Проще говоря, пластика. Есть переработка этих отходов. Ну, понятно, что делают с алюминиевой тарой. Есть серьезные предложения переработки PET-бутылки. Тем более, что это стыкуется с нашими планами по строительству комбината синтетического окна, в технологии которого можно использовать до 15% вторичного гранулята. Поэтому я, безусловно, это событие приветствую. Новое предприятие обещают запустить в конце следующего года. С его открытием в Иванове появится 90 новых рабочих мест. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.